привет друзья это академия сонграйтинга и сегодня так называемая серия посвящена написанию текста на песню который мы вот сейчас делаем который называется условно рубашка значит смотрите давайте я вам сейчас сообщу что происходит какие вообще новости ну первое трек но я ее отгружен на площадку отгружая через свой собственный лейбл который заведен на базе nca отправили в промо отдел пишется целое сопроводительное письмо где указывается маркетинговый план где указывается что за артист что за трек и так далее 18 февраля по идее этот трек должен выйти уже и мы с смм щеком ильей определили вот такую стратегию что мы вкладываем 60 тысяч рублей в посевы 30 идет на вк 30 идет на тик ток как там что будет происходить в нюансах я думаю что я поговорю с ильей для того чтобы может быть мы сделаем отдельный какой-то с ним стрим чтобы он плюс-минус рассказал что вообще такое смм возможно вам будет интересно будем смотреть как развиваются события мне самому поверьте и не менее интересно чем вам второе что я хочу сказать вот на эту новую песню которая называется рубашка я начал думать текст и к сожалению я записал целое видео вот если вы видите вот у меня уже готов первый куплет текст а я записал видео как я прям в реальном времени писал этот текст видео записалось без звука и это дико обидно поскольку я не написал второй куплет значит я буду сейчас писать при вас 2 буду пользоваться какими-то теми знаниями которые я же получил своей же академии на курсе автор текста вот что я хочу сказать для авторов текста кстати это очень важное упражнение абсолютно будут вам бесплатно расскажу оно есть в нашем курсе но я вам просто его дам для того чтобы вы себя прокачивали есть такое упражнение на ульш-школы беркли называется описание объектов у нас в курсе описание объектов преподает иван баграмов так вот описание объектов это навык то есть вы без этом 10 минут в день описываете какой-то объект стул какой чем пахнет я не знаю там а этот стул пахнет тобой после после того как мы на нем игрались в прятки там ты и начинается начинать я к сожалению вот у меня этот навык очень не развит поэтому мне всегда дается тяжело написание текстов думаю почему мне тяжело писать тексты а я понял почему потому что у меня нету навыка описание объектов и что мне дает право а во первых самому преподавать тексты на курсе академии дата у меня есть курс называется коммерческие тексты это прежде всего конечно мои хитовые песни которые я написал сам как текстовик это прежде всего женщина воздух большой хит который знает вся страна и поет таисия повали между нами снова тысячи дорог вот это моё моё группа корни остались лишь минуты все пока в общем у меня достаточно звездных работ по-настоящему как у автора текста хотя я никогда не позиционировал себя как автор текста вид из даже поет слова на на песню в общем не позиционировал но как говорится при всем появившемся желании о главной необходимости я спокойно могу поднапрячься и сделать вполне себе коммерческий текст в общем что вас сегодня ждет я надеюсь дописанный текст и какие-то мои размышления в процессе для того чтобы вы возможно что-то почерпнули для себя но я уверен точно будет полезно и так давайте я вас познакомлю с тем что я уже написал но я пою так что все ничего не понятно ну ладно даже было больно что я тебе не нужен написал что хочешь поговорить что твоя боль не дает тебе дальше жить снова толкогольцем на тролльцем впервые роль не моя но я рядом с тобой я начал с историй вот у нас родился припев об мою рубашку то вытирала слезы но думала о другом чуваке я для тебя типа как знаешь вы говорится как старший брат мы это все с вами проговаривали да что вот такая история она приходит плачет своему дружбану а он ее тайком любит но она как бы это не признает она скучать по тому мальчику первом куплете мы должны собственно говоря обрисовать эту ситуацию да то есть что происходит что у нас описать ситуацию что произошло ты написал что хочешь поговорить бзынь смс когда чувак читает у него как бы вот сердце наружу что блин она написала кто написал она блин он видит и у него прям вот все начинает гореть да и он ты написал что хочешь поговорить что твоя боль не дает тебе дальше жить то есть она ему жалуется но что типа мне больше ты мне надо с тобой поговорить мне плохо вот что она говорит и он замечает что снова ты в алкоголь я тебя на контроль роль не моя не моя роль тебя контролировать не моя роль вот с тобой разбираться с этим проблемами но я все равно рядом с тобой и тут же мы говорим что для тебя я как старший брат у нас достаточно конкретный текст то есть если взять шкалу на которой на одной стороне у нас шкалы будет реальность а на другой шкале у нас будет абстракция поскольку у нас история конкретная история конкретных людей то мы вот эту абстрактную часть минимизируем и даем больше конкретики но опять для того чтобы мы не ушли в супер конкретику что ты сидела на стуле писала мне эсэмэски а я там то вот это вот бытовуха чтобы не уйти в бытовуху мы это оп на чашу весов абстрактности бросили там тебя на контроль опироль вот это вот все то есть такие необычные какие-то фразочки которые чуть-чуть эту эту приземленность бытия чуть-чуть уравняли и получился у нас более-менее такой баланс между конкретикой и не конкретикой что очень хорошо мы готовим к припеву где у нас уже что ты об мою рубашку вытираешь слезы думаешь о нем а я тебя люблю вот мне кажется слово фанат в этом смысле тоже уравновешивает банальность таких слов что ты написал что хочешь поговорить твоя боль не даете дальше жить это достаточно банальные фразы а такие вещи как опироль и фанат как-то это все вот эту всю бытовуху делают художественной дальше это все тоже тебя приручат то есть она некая игрушка она на волоске а я дубликат да на всякий случай вот во втором куплете поскольку история уже рассказано мы поняли проблематику в припеве мы можем себе позволить уже уйти в некую абстракцию теперь можно сделать такой как бы моно его монолог к ней я тебя давно но не мог сказать боялся ты как другу перестанешь доверять дурацкая фраза но прикольно столь лет мой запрет ответ нет твой ответ нет и меня тоже нет и меня тоже нет то есть вот он он боялся что он вот ей признается она типа ему скажет нет и тогда вообще все разрушится и дружба разрушится и любви не сложится и вообще он ее потеряет это вот как бы как демо вот когда там поешь а потом начинаешь из этого вот что-то лепить но для того чтобы чего-то оттолкнуться вот вот это вот я сейчас делаю да поэтому как бы друзья если вы действительно хотите мне в комментариях указать на то как надо писать стихи давайте хотя бы досмотрим тогда видео до конца у меня наоборот фишка моего канала именно в том что я показываю изнанку вот этого всего говна я видел как работает мега профессионалы которые выбирают там а вот эту ноту или вот эту там час понимаете взрослые серьезные ребятки работают именно так вот эти 500 переписанных перечеркнутых листочков зачеркнутых глупых фраз бестолковых беспонтовых а на выходе потом что-то они вот это балансирует с помощью своих навыков профессионализма оп 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 и выстраивается картина вот этим я с вами занимаюсь это интересно давайте напоем так давно надо слово понять меня со штук готов перестаешь намерять столько лет мой запрет твой ответ нет ты меня тоже нет 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 не хочу с тобой каждый день я готов любить лишь твою тень каждый день что-то каждый каждый день ягод но типа я боюсь тебе все признать сказать боялся я готов любить и твою тень ну типа вот как вот зависимый еще один день еще один день вот еще и один до на векрень бюллетень мишень нет нет я готов любить лишь твою тень хрена нет нет я готов нет не любить лишь твою тень с тобой быть как тень нет так надо про него что-то рассказать про того мой запрет вдруг ответ нет давайте вот это вот чуть подредактируем боялся почему-то перестанет такая более пацанская почему-то только лет я под запрет я под запрет 100 лет под запрет друг ответ нет так ответ нет меня тоже боже нет 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 сонных дворов нет нет точно я нездоров нет 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 сонных дворов нет нет точно я нездоров каждый день типа я умираю каждый день моем сердце дома каждый день умирал по чуть-чуть умирал каждый божий день божий добавим нормально любит они сидел улыбаясь улыба улыбаясь тебе вот такой чувак каждый день умирал но улыбался я тебе давно но не мог сказать я тебе давно но не мог сказать боялся почему-то перестанет доверять столько лет я под запрет рук ответ нет и меня тоже больше нет 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 мимо сонных дворов нет 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 точно я нездоров каждый божий день чуть-чуть умирал улыбаясь тебе так друзья давайте послушаем что у нас получилось куплет припев куплет припев я тебе не нужен написал что хочет поговорить что твоя боль не дает тебе дальше жить снова только год контроль суп 1 руль не моя но я рядом с тобой для тебя как старший брат твоя красота ты фанат тебя приручат и тупликат в жизни твоей об мою рубашку вытирала слезы думала о нем думала я несерьезно об мою рубашку высливала душу как же было больно что я тебе не нужен я тебе давно но не мог сказать боялся почему-то перестанешь доверять столько лет я под запрет рук ответ нет и меня тоже больше нет 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 мимо сонных дворов нет 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 мимо сонных дворов нет 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 вообще не так ну что ж друзья вот и отличненько произошли как бы новые наметки как вы уже поняли что я периодически возвращаюсь к проекту что-то переделаю то есть вполне возможно что мне захочется доделать какой-то вариант куплета 2 предположим да или например я завтра свежим взглядом посмотрю этот текст все равно рожден в муках и раз у меня появится идея какая-то какую строчку переделать да поэтому это не окончательный вариант хочу сказать что как бы работа над песней она вот такая должна быть да то есть что-то улучшаем что-то ухудшаем то есть вот появилось какое-то настроение вдохновение мы оба взяли сели там вот широкими мазками накрасили намазали а потом идет уже вот ограничка сама поэтому собственно вы вот этот процесс огранки в какой-то степени наблюдаете возможно что я накидал сегодня в том числе каких-то дежурных фраз этого я не отрицаю очень еще важно понимаете чтобы фонетически это пелось и звучало потому что иногда бывает так что прикольное слово и вроде необычное но она не поется это тоже надо учитывать поэтому надо все время пропевать и понимать как бы вы там или не там в общем вот такие дела дорогие мои друзья наверное я уже буду ее сводить доводить до ума и это же готовить к релизу также параллельно сейчас будем открывать соцсети и думать о каком-то контенте который будет поститься там услу в условном тик токе там в каком-то инстаграме чтобы был аккаунт у этого артиста но он не будет называться он ван потому что он ван никак и не мог понять как это написать так чтобы это читалось очень неудачное название с точки зрения читабельности поэтому у меня и был такой лейбл топ лап он назывался по нему даже давал некую рекламу там все топ лап вот так и назову проект топ лап будут петь в нем разные абсолютно люди то есть сейчас несколько треков я спою час я еще готовлю трек для такой артистки которые зовут алиса к кожики на это девочка с голоса дети сейчас она подросла очень талантливая с хорошим вокалом вот с ней тоже попробуем договорились со с лимзом что сделаем фит есть уже песня покажу вам его в ее в следующий раз в общем есть планы поэтому все мои дорогие встретимся скоро в сегодняшней серии я буду сводить трек который называется рубашка давайте немножко о производстве поговорим ту болванку которую я вам показывал как я делаю собственно говоря я отдал талантливому битмейкеру его зовут дима филатов сейчас о нем немножко расскажу и он эту болванку допилил что-то оставил что-то переиграл что-то добавил и получилось на мой взгляд очень современно то что нужно во первых вопрос для чего я дал диме доделывать казалось бы я вроде сам все делаю сам должен все делать это действительно так но понимаете у меня задача помимо того что снимать для вас развлекательный сериальчик мотива шки какие-то там я не знаю чего вам еще нужно от этого канала но у меня конечно задача это делать бизнес прежде всего а делать бизнес нужно с умом и я понимаю что параллельно у меня еще висит 150 творческих проектов которые тоже требуют внимания как например мы сейчас с юсифом и вазовым это оперный певец мировой величины муж анны нетребка то есть это как бы вам не не типа тут какие-то российские крутые звезды да это мировой уровень и сейчас мы с юсифом записываем мой романс который написал когда вообще лет 20 или 19 оркестры и вот это все да то есть такой кроссовер такой романс это все требует тоже времени требует моего участия и конечно у меня сейчас нету времени разбираться какой хэд лучше а какая бочка лучше и так далее да и в результате безусловно я буду делегировать производство музыки другим ребятам моя задача сделать грамотную болванку указать что я хочу чтобы было понятно человеку и собственно говоря отдать чтобы доделали или переделали как оказалось дима филатов частенько посматривал наш канал и даже учился на каком-то курсе я сейчас по моему songwriting по русский и сейчас продолжает обучение в академии и оказалось что среди наших учеников есть такой замечательный талантливый парень который первое не только делает современные биты и переделывает а прежде всего например в соавторстве написал такую песню как лёша свик плакала до который мы с голодоковским разбирались собственно говоря с этого знакомства и началось дима работал с мэри крайнбери и с лёшей свиком несколько треков то есть это современный автор который тоже среди нас как оказалось это очень приятно я вообще с димой хочу снять небольшой выпуск для того чтобы и познакомить вас с ним но и для того чтобы вы тоже поняли что в нашей академии в общем обучение посвящено не только музыки а-ля орлы или вороны да а в академии обучаются люди которые хотят достичь в принципе мастер с мастерства в сонграйтинге а сонграйтинг применим к любым абсолютно жанром и стилем это абсолютно неважно что я хочу дальше сказать вот передо мной проект ничего тут сложного такого нет вы видите проект абсолютно небольшой тут играет три инструмента как и должно играть в таких песнях вокальных дорожек возможно будет больше возможно я что-то допою сегодня я буду собирать как бы костяк микса а потом буду понимать что допеть что добавить может быть какие-то строчки вокала которые не будут читаться я перепою да но это будет потом по идее по идее я всегда свожу уже когда вот все я уже все напел все там сделал но сегодня мне вот почему-то я получил от димы трекаут и мне захотелось сейчас поковырять и посмотреть в итоге у нас получилось две дорожки грубо говоря это минус и вокалы и в конечном итоге когда мы уже будем толкаться между децибельчиками то есть когда уже будет мастер навешано вот это все то есть нам захочется чуть-чуть там сделать просто в вокал чуть-чуть громче да значит мы просто будем дергать уже вот этот фейдер например нам захочется под всю фонограмму сделать сайдчейн компрессию да то мы тогда уже будем здесь работать вот с этими двумя дорожками и не не лезть грубо говоря во весь остальной микс вокалы наверх живой бас пока под вопросом собственно все проект раздырен не обращайте внимание у меня вокалы сейчас уже обработаны потому что я брал вокал из проекта где я моделировал песню поэтому там уже обработка это висит возможно я сегодня вообще пойду по другому пути и вокал обработаю как по другому короче друзья не сессия а просто новогодний какой-то праздник а почему он новогодний потому что тут 4 играет 4 инструмента которые я очень быстро сведут по сути тот на такой микс достаточно там час-два с перерывом на обед прежде всего первое убеждаемся что у нас не клипует мастер все я чуть-чуть опустил общий ну как бы общий уровень всех инструментов и теперь что я хочу сразу на мастер повесить какие-то ключевые вещи почему мне так удобнее у меня логика такая что у вас в конечном итоге будет все играть через приборы на мастере и они могут очень сильно повлиять на звук соответственно вот вы предположим выстраиваете без мастеры без мастеринга свой микс у вас чистенько все играет прекрасно но это же вы же это не будете отправлять в айтюнс правильно у вас все равно произойдет мастеринг и он очень сильно повлияет на конечный ток так надо значит слушать сразу с этим мастерингом чтобы и в миксе не делать и лишних движений возможно принять какие-то оптимальные правильные решения поэтому давайте так что я обычно на мастере вешаю пленочку сегодня я буду пользоваться плагинами universal аудио не все у меня в уаде есть абсолютно но что-то ключевое есть так ампикс вот эта пленка по моему на всех картинках красивых но согласитесь крутится красивенькая штучка потрясающая и ты такой думаешь но блин это просто точно это же аналог я же в аналоге работаю дальше что я делаю всегда это я отрезаю низ в сайчине поскольку я купил плагин от компании brainworks это замечательный на мой взгляд эквалайзер я его обожаю digital v3 вот так вот он выглядит здесь идет работа из моно составляющей из сайт составляющей а самое главное что здесь вшиты такие прикольные вещи как моно мейкер то есть условно говоря я вот кручу вот этот фильтр до 200 и все что ниже 200 у меня просто тупо играет моно все можно еще скажем вот здесь вот тоже подрезать до 200 этого тоже вот этот сайт канал для того чтобы у нас точно уже ничего не пролезло все в принципе на этом этапе мы ничего не трогаем что еще компрессор давайте возьмем сссссс бас компрессор так настроим его как бы компрессор на мастере видите я здесь сделал сайдчейн фильтр до 80 чтобы у меня весь низ проходил без компрессора чтобы компрессор не съел у меня низ тем не менее компрессор прийти дает такую упругость какую-то вот у этого всего собранность и упругость чего не хватает например простой болванки она звучит просто ну как бы просто она может массивно звучать широко но она такая немножко расхлябанная а мастера они звучат собрано и это тоже будут дворе благодаря компрессору опять же смотрите есть одна звукорежиссуре хитрость дело в том что в звукорежиссуре ну как я сделал вывод опять же вот смотрите это очень личная история вот я так а другой вот скажет нет все не так это потихонечку вот потихонечку понимаете там децибел 2 децибела это уже очень существенная коррекция понимаете не на тренированный слух у человека может вообще не заметить эти два децибел сказать слушай но я-то этого не замечаю значит на той стороне слушатель тем более ты не заметит такая логика есть и у меня такая была но дело все в том что у вас если вы будете пренебрегать вот этими мелкими шажками у вас просто общий микс будет звучать плохо вот удивительно понимаете там чуть-чуть эквалайзер крутанул больше чем нужно и вроде это не так особо слышно че там децибел туда децибел сюда тут эквалайзер тут перекомпрессировал на быть пару децибел пережал да тут что-то добавил что не нужно тут вверх какой-нибудь enhancer включил который можно было добавить как краску там пол децибела максимум децибел а вы его на 2 добавили казалось бы какая мелочь да но в итоге все эти неправильные действия все эти чрезмерные влияния они в итоге оказывают эффект потом они просто суммируются как снежный ком ком и и все превращается микс вас превращается в говно казалось бы но что мне там надо переделать что а все надо переделать заново все выключить все эти плагины все и заново поступательно потихонечку собирать именно поэтому как бы нужно потихонечку вот я сегодня вам тоже покажу как я это делаю кстати хочу вам сказать что у меня есть в моей академии есть курс от меня который называется простой микс несмотря на то что я никогда не позиционирую себя как звукоинженер но точно так же как я не позиционирую себя что я пишу текст это хотя есть хитовые песни которые любит вся страна с моими текстами то же самое есть миксы которые я сводил я сводила киркорову я сводила пугачёвой я сводил и таисии повалий даже борису моисеева несмотря на то что я не звука инженер то есть я не вот этот вот дрочер чувак который обкладывается аналогом и там выискивает а вот тут а вот все нет абсолютно вот как-то так так с чего дальше вот я предположим мастер выстроил давайте сейчас я еще что сделаю на мастере но повешу теперь лимитер чтобы он чуть-чуть поджимал да и после этого все вот мы некий манипуляции сделаем пока не никакие там мэтчинг эквалайзеры не используем пока да мы пока никуда не лезем в какие-то мастеринги мы пока лимитируем так все прекрасно сейчас наша задача подобрать референс референс у меня будет моя предыдущая фонограмма но я ее потому что треки из-под моего лейбла должны звучать ну плюс-минус в едином стиле здесь слышно что здесь все от компрессировано транзиенты открытый вверх все на месте что я делаю после этого я сейчас выстраиваю баланс я прохожусь по треку и слушаю баланс и выстраиваю что мы малые бочки громче тише вот это все панорама может где-то что-то подвину слева справа то есть выстраиваю примерный баланс я тебе давно но не мог сказать боялся почему-то без знаний что верят столько лет я взобрет плюс-минус баланс я выстроил теперь можно поработать точечно с инструментами но можно например сначала поработать с группы барабанов тоже тоже может быть ее от компрессировать добавить и немножечко пончевости слышите низ подъел немножко до компрессор значит мы чуть-чуть его конечно восстановим конечно мы это сделаем пульт теком потому что здесь нужно еще и поднять вверх если вы помните в нашем референсе был такой прям классный верх сделаем это пульт теком так то прекрасно можно еще знаете сделать такой прием чек можем сделать параллельную компрессию у меня тут слэй там это все делалось раньше на слэйт плохо очень работает сейчас на моей системе новой вот этот почему-то компрессор работает но нам и нужен слышите кайфовый эффект параллельной компрессии чуть-чуть добавляется такой прям натяг такой классный вот ее чуть-чуть оставим так и дайте вот сейчас мы с барабанами поработали достаточно плотно и теперь что можем кстати еще сделать барабанов чуть-чуть чуть-чуть срезать пики чтобы они не собирались у нас на мастере слышите какие барабаны стали прям четкие такие собранные качевые мне такие вот вот такие мне нравятся так давайте послушаем чё играет бас да грязюка по низу с этим живым басом либо на тот либо это ставит ну конечно будем оставлять тот ну вот в этом прецижи не больше басов в нем больше основа опора вот этого кача есть ощущение c что мне хочется чуть-чуть взять ирбас и чуть-чуть поработать с бочкой то есть видите мы что сделали в одном басе вырезали вообще низ а в другом басе который начинается со ста мы как раз делали со ста спад то есть таким образом как бы освободили место вот под этот и сейчас возможно они дружат а еще можно здесь из центра убрать да и по краям чуть заставить я бы что сделал поскольку здесь отпускается общий компрессор и в том числе на мастере поэтому куплет кажется громче да поэтому в куплете например я бы сделал все таки вот так вот прям вот я бы отделил и сделал наверное прям потише на полтора децибела и второй тоже самое чтобы сохранить как бы вот волну более равномерно я тебе давно но не мог сказать боялся почему то перестанешь доверять столько лет я б забрел вдруг ответ нет и меня тоже все пусть нет 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 без сонных народ нет 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 точно я не здоров каждый божий день чуть чуть умирал улыбаясь тебе а а а а а а а недавно купил плагин по скидке были какие-то сумасшедшие скидки купил за 10 долларов и за топ нектар элемент я так и пока не понял как работает хочет послушать вообще позиционируется как чел стрип интересно что если все выключить и послу посмотрим что можно с помощью него достичь интересно он написал что хочет поговорить что твоя боль не дает тебе дальше жить снова толкогольц по контрольству первой роль не моя но я рядом с тобой а чё умный плагин по моему прикольно все звучит я бы единственное что может быть оставил бы вот его у меня этот не сконтролируется тут этим фаб фильтром да ну вот и и еще бы добавил бы маг как вот элемент вот этих вот высоких кайфовых число сейчас посмотрим а ну вот фактически я все вытащил этим эквалайзером магом да можно сибирианты в конце поставить или вот диессер вот от фаб фильтров скидовать посмотрим что лучше ты написала что хочет поговорить что твоя боль не дает тебе дальше жить снова толкогольц по контрольству первой роль не моя но я рядом с тобой а для тебя так старший брат а твоя красота ты фанат тебя приучат и дубликат в жизни твоей а моя рубашку вытирала слезы ну что ж друзья вот примерно так собирается картина чтобы я попробовал вот этот бы вокал я попробовал перенести на следующий вот эти вот дорожки все таки вот этот вот я думаю нужен контроль низа вот так вот думаю нужно и давайте я попробую сейчас вот это все перенести дело в том что у меня я просто тупо еще не вырезал здесь я не занимался здесь еще вокальными дорожками потому что их нужно обязательно все расчистить почистить вздохи эски чешки какие-то это все нужно отдельно усмирить клэрте вот так вот и теперь мы везде сейчас это применим и посмотрим как она играет если не понравится вернем обратно октавы трогать не будем там навешаны еще разные всякие плагины в конечном итоге господа как только моя музыка начнет приносить какие-то деньги то есть она хотя бы отобьется по моим небольшим вложениям то я конечно буду нанимать звукоинженеров которые мне все будут делать ибо я не вижу никакого смысла в этой дрочи сидеть самому ломать глаза зачем и все это я делаю только потому что я во-первых вам показываю как это делать а во-вторых потому что я сейчас пытаюсь минимизировать все свои затраты чтобы быть максимально эффективным то есть 20-30 тысяч рублей которые мне мог бы кто-то запросить за микс я лучше сейчас вложу в трек дополнительно таким образом увеличу его шансы быть услышанным более широкой массой аудитории давайте послушаем что у нас сейчас получилось безусловно это не какой-то там конечный мастер но вполне себе промежуточный мастер что можно в сайт канале можно добавить всегда какой-то воздух типа 1011 да там немножечко в мид канале наоборот но это надо слушать так помните такую хитрость которую я вам показывал во-первых на вокал я бы с удовольствием повесил какой-нибудь тейп сгладил бы чуть-чуть внес такую ламповость да ну-ка послушаем есть у меня ощущение немножко что низ мы сильно убили вот здесь вот может быть не стоит в даблах его трогать вообще так что что я делаю у нас видите очень большой упор в сайт я бы здесь вот стерео виз на 30 процентов больше бы сделал стиль расширил стерео базу то есть эффекты полетели мы с эффектами отдельно будем работать и вот что самое главное я бы хотел повесить на на весь инструментальный канал что я вам покажу я повешу суз и сделаю сайт чейн все и вот сюда включу сайт чейн и например вот здесь и все ничего больше не трогаю и вот эта ручка сейчас буду регулировать количество взаимопроникновения надо посмотреть уровень вот с уровнями все сложно у меня я посмотрю очень по старинке вот есть новый инструмент называется вот этот влм метр но я не понимаю как шон там показывает влм плюс да можно посмотреть но я не понимаю так мне надо просто измерить рмс где-то был какой-то самый простейший инструмент метр стерео вот я по нему всегда поориентировался ну вот он рисует 7 это много нам столько не надо вот сейчас будем настраивать чтобы было там ну девять ну восемь я думаю что и не надо больше в телефоне все равно будет херово звучать и пережать так друзья ну что ж этого вполне достаточно для сегодняшнего видео по крайней мере вы поняли что я ее практически свел остальное дело уже послушать в машине послушать там послушать сам как я вам и говорил записать список косяков на разной аппаратуре что вам кажется в машине слушай что вам кажется слушая на джи биел колонки там не знаю там в наушниках что нам вот маленькой пукалки что в телефоне что так и вот этот список составить косяков а потом как бы во первых пережить с этим миксом тоже день два-три чтобы он немножко остыл до вы к нему привыкли вы послушали в сравнении с какими-то миксами на разной аппаратуре и тогда можно делать выводы да вот так так потом приходим вносим какие-то последние коррективы где-то может крышку интерширялку вставить может быть потише погромче там может где-то низок у вокала не так сильно резать в общем вот такие как бы дела спасибо вам за просмотр еще раз те кто хочет учиться на продакшен в целом и в том числе курс по звуку рисую есть целый пакет который называется продакшен там есть все и в том числе и от голодаковского и от меня всем хорошего настроения пока и и и и